доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моих каналов сегодня поговорим о борще истории вот этого удивительного супа как он возник кто его изобрел ну короче тема все о борще все о борще мы сегодня не будем методику сам процесс наглядный воспроизводить поговорим чисто теоретически этим я отвечу на ваши вопросы что собой представляет этот удивительный суп и так борщ это чисто славянская опция конструирование еды тут как и классика много классики так и в принципе что-то просто запредельное по вкусу по качеству это этот суп колоссальный энергетик естественный энергетик который дарит нам природа и правильно приготовленный он еще и чрезвычайно вкусный возник он борщ конечно в глубину веков уходит потому что главный ингредиент борща один из важнейших это бурак красная свекла или буряк по-разному называют различная транскрипция с европейского если перевести берщ или бор не несколько транс транскрипции этого слова есть вот это красный рудой как говорится переводится вот что естественно соответствует по цвету вот красной свеклы овощное варево жидкое так называлась и подавалась к столу дружины еще с конца 10 века княжества древней руси вот этот суп это варево которая состояла из овощей и кореньев то есть варилась она из овощей и кореньев где уже присутствовали репа красная свекла и различные корни и корнеплоды вот берщ с древнее славянского переводится как как раз буряк буряк или барак или красная свекла вот отсюда в будущем произойдет и данные названия славянского универсального супа то есть борщ и так с 10 века начинается история возникновения прото борща если разделить историю борща на несколько периодов то первым как раз и будет вот период возникновения прото борща 10 11 века примерно полтора столетия формировался вот этот рецептура технология приготовления прото борща второй период это средневековый период 12 14 века когда согласно летописям в ряде монастырей разных славянских княжеств в рецепте или в меню говоря современным языком указывались тщи борщовые и тщи капустные и они чередовались один день подавались тщи борщовые другой день тщи капустные что это значит это значит в одном случае это был борщ с красной свеклой в другом случае это был были щи и в том другом случае название было щи тщи борщовые тщи капустные и тогда же постепенно вот в этот второй период в монастырях сформировалась технология и техника приготовления борща но это был еще не современный борщ третий период казачий 15 начало войну и можно сказать весь 18 век история здесь такая что если очень коротко во время осады азова донскими и запорожскими казаками появилась дефицит продуктов то есть в припасах была прореха дефицит и повара как повара донских казаков и повара запорожских казаков изобрели то есть на основе ранних рецептур и на основе того что имелось в наличии какие овощи какие корнеплоды они изобрели вот этот суп который был ими и назван борщом потому что в их рецептуре присутствовала в значительном количестве красная спекла то есть буряк казакам воинам очень понравилась вот это варево вот этот суп похлебка которые и в дальнейшем стали вот пользоваться этим рецептом то есть этим супом ну и наконец современный период со второй половины 19 столетия и по наши дни по наши дни вот ну надо сказать что наряду с тем что борщ имеет вот такую историю современный период в 19 столетии начинается то говоря о щах щи капустные они имеют еще более длительную историю более длительную историю и то как они сформировались сформировались они в принципе современные щи от щей скажем 17 века отличаются только наверное тем что нет в их составе в семнадцатом веке не было картофеля а так принципе очень мало чем отличаются а борщ вот возник современный борщ несколько позднее несколько позднее вот спор кому отдать предпочтение кто изобрел этот суп он очень как говорится насыщенный и конкурентный претендентов на то кто изобрел борщ начиная наверное с казачьего периода там уже спор между донскими и запорожскими казаками между поварами кто придумал там он уже возник но современной истории начиная особенно постсоветский период пальма первенства здесь претендентов на пальму первенства много это и россия повара российской федерации говорят что это прерогатива русских поваров он придумал в россии украинцы настаивают и аргументов очень много в том что это типичная украинская опция они борщ боготворят они его можно сказать ставят на одну планку с салом вот что это типично украинская опция болгары тоже претендуют литовцы то есть прибалты поляки у них тоже борщак длительную историю имеет начиная наверно с 15 конца 15 16 столетия они борщак варят тоже похожий суп на борщ с некоторыми отличиями хотя в современной польше выборща борщика не найдете классического хотя в универсамах в гипермаркетах вы найдете борщак в пакетике где ингредиенты будут сухие их надо будет только залить кипятком и вы получите борща какую-то жидкость которая с борщом никакого сравнения не может нести состав протоборща то есть в десятом одиннадцатом веках туда входил бурак или красная свекла репа коренья травы иногда грибы надо сказать что картошка и помидоры это заокеанская опция появилась только в девятнадцатом столетии и в борща к борщам она отношение только к современным борщам стала иметь поэтому современная рецептура борща хотя некоторые авторы говорят что современный борщ начал вкладываться еще триста то и четыреста лет тому назад это конечно байка современный борщ он сформировался в середине девятнадцатого столетия то есть его рецептура и технология вот уходят туда поэтому претензии украинцев весьма обоснованы то есть современная техника и технология приготовления вот сложилось советский пир может быть и условиях российской империи и в советский период особенно но претендует на пара пальму пирспе первенство еще и прибалты яла это уже сказал белорусы сербы то есть вот вот эти претензии конечно вот они по-разному аргументируются и естественно тот борщ скажем болгарский где картофель практически не употребляется и заменяется фасолью вот тоже может быть есть вот болгары свой борщ и безусловно борга болгарский перец они еще очень активно употребляют в рецептуре борща ну надо сказать что если говорить о рота борще то не обязательно сказать что вот красная свекла она пищу стала употребляться только вместе с борщом вообще красная свекла она боготворится уже шесть тысячелетий в в месопотамии в шумерах в вавилоне уже есть свидетельство о том что она обожествляется даже надо сказать что скажем древняя римская империя красная свекла считалась лекарственным средством а в древней греции древней греции она употреблялась как обязательный ингредиент для того чтобы дары богам осуществлять надо сказать что борщ на современной украине вообще обожествляется он имеет сакральный смысл как и сало что я имею ввиду дело в том что на украине без борща не обходятся такие вот ну сакрально смысловые мероприятия как скажем поминовение поминки без борща они не обходятся но и торжественные мероприятия тоже без борща не обходятся например свадьба обязательный ингредиент свадьбы во многих регионах современной украины обязательно в меню должен быть борщ борщ может быть подарочным приготовление в подарок борща он может самым быть различным например на украине сейчас известные каждый регион претендует на то что именно там лучший борщ готовится и поэтому на современной украине вы можете найти и обычный борщ и полтавский борщ и черниговский борщ и волынский и львовский и южно-восточный и галицкий борщ и так далее и карпатский борщ и всюду это будет особенный борщ и где не обязательно будет свекла в ряде регионов украины говорят и готовят борщ по особенному без красной свеклы без бурака они аргументируют это тем что если мы добавляем бурак или красную свеклу то мы получаем свекольник но никак не борщ а главным ингредиентом являются помидоры и имейте ввиду не томатная паста а помидоры часто свежие но не обязательно они могут быть и соленые помидоры то есть консервированные вот с борщом действительно связано целая вереница целая череда ритуалов он может быть и свадебный и поминальный и семейный и праздничный и подарочный и так далее он может быть и по ингредиентам различаться называют борщ красный борщ гербной борщ карасёвый борщ рыбный борщ зеленый и так далее то есть в зависимости от того какие ингредиенты капуста может быть щавелем заменена и вам уже совсем другой борщ скажем в украинских борщах и русских борщах вот восточнославянских борщах обязательно обязательно сметана сметана должна присутствовать либо на столе отдельно либо уже приготовленный горячий борщ она должна быть добавлена смысл смысл конечно сакрально ритуальный но тем не менее и научное обоснование этого явления есть дело в том что в борще борщ это ну кладь кладезь витаминов и минералов борщ за счет брака он чистильщик организма номер один он важен и для худеющих так как имеет пищевые пола волокна которые вычищают шлаки их холестерин вот здесь присутствуют такие ингредиенты которые действительно делают борщ настолько сбалансированным продуктом питания что значение его просто невозможно переоценить современный состав или рецептура борща следующая на первом месте это мясной на первом месте это бульон неважно какой он он может быть мясной костный он может быть рыбный он может быть даже овощной бульон в данном случае как правило используется один овощ даже трудно его овощем назвать потому что природа его она между растениями и животными это грибы то есть грибной может быть бульон часто если мясо нету рыбой можно заменить нету рыбы можно заменить грибами и бульон будет готов второй элемент или состав элементов которые обязательны и он как раз вторыми закладывается бульон это картофель репа или фасоль даже можно и эти ингредиенты вместе значит добавить в бульон проварить и в отдельности и друг друга заменить либо картофель либо репа либо фасоль часто повара или хозяйки вот картофель в бульоне сваривают чередуя сначала скажем две-три крупных картофель и свариваются до готовности вынимаются из бульона и толкутся в тарелке в ступке до пюре вот добавляются туда специи в это пюре толченый чесночок чеснок и оставляется до завершения варки то есть закладывается в самом конце туда же может потолуться и соленое сало вот свиное тоже добавится тоже для того чтобы это под конец варки закладывать третье это красная свекла очень важный ингредиент вот красная свекла и помидоры то есть отдельно томаты помидоры здесь должны также указаться то есть иногда я отмечал что украинские повара они могут исключить из состава борща исключить свеклу далее томатная паста для заправки ну на или говорят на украине зажарки далее капуста квашеная или свежая или даже и то и другое может быть заложено в бульон ну последовательность тогда такая сначала проваривается 10 и даже 15 минут квашеная капуста а свежая капуста проваривается не более пяти минут чтобы она не размягчилась далее лук морковь седьмое перец болгарский и чеснок восьмое сало свиное и растительное масло девятая мука и соль и десятая зелень лавровый лист может быть какие-то коренья вот это состав в технология приготовления борща вот здесь такая что сначала варится бульон затем основная часть на втором месте когда варится все остальные ингредиенты отдельно готовится заправка или зажарка зажарка заправка готовится так обжаривается до золотистого цвета в растительном масле или в сальном жире с вином смальца как говорится можно и так и так и с добавлением вот чередованием обжаривается до золотистой такой цвета до пассировки лук потом закладывается томатная паста можно ее разбавить кипящим бульоном собрать вот вершочки жирок от кипящего бульона здесь добавить и заправочку добавляется туда же болгарский перец вот можно добавить еще здесь же частью специи коренья например можно добавить грибы заправку тоже не возбраняется и наконец приготовка заправки вернее завершение приготовки заправки и и заправка в конец варки уже закладывается в борщ затем добавляется вот этот толченый картофель пюре зелень накрывается все крышечкой выключаете газ или электроплитку или индукцион очку и укутываете закрыли крышкой и полотенцем или чем-то этот борщ укутали дали ему потомиться по дайте до полной готовности как правило не менее 30 минут но некоторые не терпеливые они стараются уже прийти к употреблению борща и через 15 минут потому что запах на кухне или где это больше готовится будет просто неимоверным и естественно трудно устоять да это действительно вкусно настоящий мясной борщ да еще с салом это кладезь белка кладезь минералов витаминов и поразительная это кладезь по силе энергетики